Оля, во-первых, хочу поздравить вас с победой, и также спросить вас, насколько вы довольны сегодняшней победой и выступлением команды, и насколько эта победа важна лично для вас. Естественно, это фантастическое чувство, одержать победу в матче против прошлогоднего чемпиона Лиги, в матче против фантастической команды, которая выступает на высочайшем уровне последние несколько сезонов. Они используют разные системы, разные стили игры, но сегодня мы смогли навязать свою игру, мы использовали привычную для нас схему, и с каждым матчем мы становимся все сильнее. Сегодня мы смогли сделать камбэк при счете 1-0. В этом сезоне мы показывали это уже много раз. Также я чувствую, что и в физическом плане мы сильно продвинулись вперед. И в следующих матчах я жду большего. Вы говорите, что становитесь все сильнее, но сейчас вы на первом месте в таблице АПЛ, а сегодня вы обыграли Ливерпуль и прошли в следующий раунд Кубка. Вы же понимаете, что вы идете от одного достижения к другому. Да, на текущий момент мы видим разницу с тем, что было год назад или полгода назад. Но в то же время нельзя идеализировать текущие достижения. В какой-то момент мы получили то, чего не имели, но нам нужно продолжать поступательно двигаться к цели. Но все же хочу сказать, что наше текущее положение хорошо сказывается на нашей уверенности. Что касается сегодняшнего матча, насколько сильно вы расстроены вылетом из Кубка Англии? Конечно, это не то, чего мы хотели. И естественно, мы расстроены. Но мы должны принять это. Для того, чтобы победить в сегодняшнем матче, нужно было быть абсолютным топом. Мы им не были. Но мы пытались двигаться в этом направлении. Меня слышно? Да. Просто вы так лицо скорчили. Я не понял. Ну ладно, извините. Начало игры сегодня было хорошим. Но потом мы допустили ошибки в решающих моментах. Моменту первого забитого гола Юнайтед у нас было много возможностей в нападении. Защита практически не использовалась. Мы потеряли мяч, а затем последовала контратака. Это была не первая контратака в игре. Поэтому мы должны улучшаться в этом аспекте. Было видно, что ребята действительно хотели изменить ход встречи. Они хотели забивать голы. И это хорошо. И мы сделали это. Мы забили дважды. Но Юнайтед забили три. Мы только два. Они идут дальше, а мы нет. Конечно, мы можем извлечь из этой игры положительные моменты. Я видел много шагов в правильном направлении. И это все отлично. Это была хорошая подготовка к игре против Тоттенхэма. С их контратакующим стилем. Мы точно знаем, над чем нам нужно работать. Если вы оказались в ситуации, которая вам не нравится, вы хотите из нее выйти. Мы хотим выбраться из этого. И для этого нужно сделать правильные шаги. И сегодня мы начали их делать. Учитывая то, какие проблемы у вас есть с реализацией, можно ли сказать, что забитые сегодня два гола? Это самое позитивное, что вы можете извлечь из сегодняшнего матча. Да, конечно. Конечно. Мы забили два гола. У нас были и другие моменты, когда мы могли забить. У нас были и другие ситуации, когда мы очень хорошо работали против глубоко защищающегося противника. Так что это хорошо. Было много хорошего. Это результативная игра. И нам нужен результат. Но если мы забиваем два, это не должно приводить к тому, что мы пропускаем три. В моментах с пропущенными были очевидные ошибки. Первый – защита. Второй – обрезная передача. И третий – по словам ваших коллег, там не было фола. Я не видел этого момента. Так что ничего конкретного не скажу. Но журналисты сказали, что фола могло не быть. В общем, имеем то, что имеем. Сейчас нам нужно проявлять упрямство. Нужно делать правильные вещи. Снова и снова. И мы это сделаем. Если вы хотите что-то изменить, вам нужно много работать. Этим мы и займемся. Мы полностью понимаем текущую ситуацию. У нас сплоченный коллектив. И все проблемы мы всегда решаем вместе. У нас есть общая трудность, с которой мы боремся. Никто не оглядывается на наши прошлые достижения. Мы живем в текущем моменте. И мы постараемся снова побеждать в футбольных матчах. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Поддержи канал подпиской. Также нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До встречи в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok